Это Вести Утро, Карачаева, Черкесия, в студии Альбина Курочинова-Кенжева. Здравствуйте. Наш земляк, именитый спортсмен и представитель газеты «Ассалам» Мурат Коготов стал чемпионом мира по грэплингу среди ветеранов. В турнире приняли участие более 800 спортсменов со всего мира. О том, сколько схваток провел наш чемпион и о том, кто помогал ему в подготовке и поездке к чемпионату в эти минуты в нашей студии, Мурат расскажет моей соведущей Белле Джозаевой. Доброе утро всем. Доброе утро, Мурат. Доброе утро, Мурат. Искренне рада видеть тебя сегодня вновь у нас в гостях. И знаешь, каждый раз наша новая встреча – это твоя новая победа. А победы все выше и выше. В этот раз у тебя золотая медаль чемпионата мира по грэплингу. Чемпионат проходил в Москве. Я очень и очень тебя поздравляю. Я знаю, что это очень серьезная, солидная победа. И хочу, чтобы ты рассказал, как все прошло. Да, вот в Москве проходил чемпионат мира по грэплингу. Крокус-Саттихол. Большой такой огромный комплекс, где там все такие международные соревнования проводятся. Соревнования, как видите, с помощью Всевышнего удачно сложились. На этот раз тоже очень трудные сватки, конечно, были. Я не скажу, что легко. Шесть сваток провел. Шесть сваток. Разные страны были. Там и Казахстан, Ажир, Сербия. Много других стран, которые я не все запомнил. Самую такую сватку, наверное, с казахом я боролся. Очень трудно было. Практически все спортсмены уже друг друга знают. И они выучили мои приемы, мои коронные приемы. Мне приходится теперь чуть труднее. Но все равно сватка закончилась. В мою пользу, что сегодня то, что мечтал отцу подарить золото чемпионата мира, эта мечта сбылась. Я очень доволен, что отец смог отца обрадовать. Вот так все прошло. Ты также тренируешься под руководством Азамата Кубанова? Да. Сейчас я прохожу тренировки в Дикой дивизии. Старший тренер Азамат Кубанов. Кишмаков Тимур тоже помогает. Он старшую и младшую группу тоже тренирует. Он тоже как тренер сейчас. Вместе готовились к этим соревнованиям. Азамат не всегда успевает, потому что он спортшколе директор. Приходил, время находил. Мы тренировались вместе. Мурат, вот эта поездка благодаря кому состоялась? Кто тебе помог поехать туда? Я хочу поблагодарить моего соседа, Ионова Альберта. Он всегда спрашивает. Мурат, может у тебя старт новый будет? Когда следующий старт узнает? И помогает спонсорские моменты, чтобы поехать. Расходы немаленькие получаются. И, конечно, добрая газета Асталам. Хочу поблагодарить редакцию и весь коллектив. Они, мы вместе, как одна семья, приходили туда на соревнования. Сотрудники, которые там работают, представители Москвы, с детьми своими. Они очень большую поддержку дали. Я даже от их поддержки очень вдохновлялся. Мне сейчас 36 лет. Я всем молодым желаю, чтобы они не отчаивались. Возраст – это не предел. Можно и в 35, и в 40 лет стать чемпионом мира и олимпийским чемпионом. То есть, если вы начали, надо доводить до конца дисциплина, характер, чтобы родители поддерживали своих детей, чтобы они верили в них. Во мне лично отец всегда вдохновлял, он всегда верил. Хоть много проигрышев было мне до 17-18 лет, можно сказать, всегда поражения были. Ну, вторые, третьи места были. В 18 лет первый раз стал чемпионом республики и с тех пор там начал успех приходить. Еще раз поздравляю тебя с такой великолепной победой и желаю дальнейших успехов. Спасибо тебе. Спасибо вам большое. На этом я прощаюсь с вами. Через несколько минут в эфир выйдет информационный выпуск «Вести Северный Кавказ», затем программу русской редакции, а в 14.30 смотрите «Вести» с Муратом Джанкиозовым. Удачного продолжения дня и до встречи!